Крапинки вот эти там Всем привет, друзья! С вами Бобеджон Меня сейчас бомбит просто не по-детски 17 мая Я купил молоко в семейном магните Сегодня 19 мая Я его вскрыл, решил добавить в кофе Добавляю в кофе И что я вижу? Вода текет какая-то То есть там нет молока Дальше наливаю в бокал Это молоко Сначала текет вода Белая вода И немножко там крапинки такие То есть это уже прокисшее молоко Выходит в срок годности и стек Вот эта вода жидкая Вытекла, потом уже начинается Белого цвета жидкость С крапинками То есть уже что-то более похожее на молоко Смотрите Вот у меня чех есть Спасибо за... Я его в мусорке сейчас откопал Потому что я покупал Продукты 17 мая Сейчас вам точнее скажу 17 мая В 23.48 сделал покупку Сегодня у нас 19 мая Срок годности молока истекает 20 мая А вообще срок годности От 8 мая До 20 мая То есть 12 дней срок годности То есть я его покупал 17 мая Еще бы прошло 3 дня Срок годности бы закончился Вот Вскрыл я 19 мая То есть Еще 2 дня Срок годности Ну даже 1 день То есть до завтра И это прям вводает Оно протухло раньше По-любому Вот такое молоко Молоко Пастеризованное Жирность 2,5% Называется МСА Волжский Вот такое вот Я вам покажу Что срок годности Вот какой Какой назвал Что я вас не обманываю Вот вы видите Да все С 8 мая По 20 мая Вот налью бокал Вам покажу Там уже нет такой воды Еще встряхнул Но вода вышла Вот Видите протухло А сейчас вообще Видите Сейчас покажу вам Какое молоко Сейчас уже молоко Видите А до этого была вода Вот друзья Видите Хамаса Крапинки Вот эти там Коктор Кислое Невозможно пить А вначале вообще Вода текла Я ее в раковину Урил тоже Прям вода И чуть-чуть Крапинок Вот этих вот Блин ребята Неудачная покупка была Молоко стоит у нас 49 рублей 99 копеек Объем 800 миллилитров Покупал я это молоко В городе Волгограде По адресу Улица Баррикадная Дом номер 8 Вот и чек Вот он и чек Семейный магнит Ребята Конечно Я его с мусорки достал Он грязненький Но я его достал Все-таки Не выбросил Я решил что делать Друзья Решила звонить В поддержку Вот у меня есть такая карта От семейного магнита Да Здесь указан С обратной стороны Карты Номер Горячей линии Вот И еще какой-то номер Другой Для начала Позвоню В службу поддержки И Заявлю им Свою претензию Посмотрим Что они на это скажут Что они ответят Посмотрим Мне прям бомбит Все ребята Звоню Службу поддержки Магазина Семейный магнит Посмотрим Что они вообще скажут По этому поводу По хорошему Нужно В магазин идти Я думаю Внимание Мы записываем Все разговоры С операторами Оставаясь на линии Вы даете согласие На обработку Персональных данных Если вы покупатель Нажмите 1 Если вы сотрудник В бане Нажмите 2 Если вы желаете Трудоустроиться Нажмите 3 Если вы являетесь Нашим партнером Если ваш вопрос Связан с картой Магнит А также начислением Бонусов Нажмите 1 Если ваш вопрос Связан с ограничением Продаж товара Или нехваткой товара В магазинах магнит Нажмите 6 Интересует сервис Доставки продуктов Из магазинов магнит Нажмите 2 Отзыв или вопрос О продуктах Товарах Или услугах В сети магазинов магнит Нажмите 3 Акции Оставить отзыв Нажмите 1 Если вы оставляли обращение И желаете узнать ответ Нажмите 1 Если ваш вопрос Касается продуктов питания Или других товаров Магазинов магнит Пожалуйста Будьте готовы Предоставить специалисту Полный адрес Магазина или гипермаркета В котором вы приобрели товар А также информацию Находящуюся на упаковке После диалога Со специалистом Контакт-центра Пожалуйста Оцените качество Обслуживание Здравствуйте Компания магнит Меня зовут Ольга Как могу к вам обращаться? Здравствуйте Сергей Сергей Слушаю вас Вот такая проблема Я 17 мая Покупал у вас Молоко В семейном магните То есть Сегодня Я вскрыл его И обнаружил Что там просто течет вода То есть Я заварил кофе Добавил мед Вскрыл молоко Начал наливать Там просто течет вода Какая-то Вместо молока Просто вода Вместо воды Да? Вместо молока Вместо воды Да Потом Вода вся вытекла Уже Начала Течь молоко Но С такими С белыми крапинками Ну типа творог То есть Оно прокисшее Уже С кисшей молокой Я вас поняла Давайте с вами Зафиксируем Данное обращение Скажите пожалуйста 17 мая Когда Вечернее время Не помните Время Когда приобретали Есть у меня чек Есть 17 мая Скажите В 23 17 мая В 23.48 Покупка была совершена 23.48 Скажите пожалуйста Точное наименование С указанием города Торговой точки Город Волгоград Минуту Волгоград Улица Баррикадная Баррикадная Дом Номер 8 Первая буква Б Правильно Баррикадная Б Это гипермаркет Гипермаркет Семейный магнит Одну минуту Пожалуйста Фиксирую адрес Торговой точки Так Волгоград Баррикадная Одну минуту Оставайтесь на мине И сейчас План вернусь Спасибо Так Ждем Спасибо Большое За ожидание Подскажите пожалуйста Сергей Штрих-код товара Именно Самого товара Штрих-код Да Диктовать Да Да Сейчас Так до минуты Достану Сам товар Назвать Нименование товара Как в чеке Указано По чеку Нет Как оно называется Молоко какое Кто производитель Называется молоко Пастеризованное Два с половиной Процента Жирности 0,8 литра МСК Волжский МСК Волжский Штрих-код Скажите Сейчас Продиктую Штрих-код 4 4 69 69 93 93 0 1 0 1 45 45 64 64 64 16 16 Срок изготовления Скажите Пожалуйста 8 мая 22 Год 8 05 22 Срок годности Скажите Пожалуйста 20 05 22 22 20 05 22 22 Скажите Пожалуйста Изготовитель МСК Волжский Да? Или К Скажите Пожалуйста Пометка Изготовлена Для АО Тандер Есть? 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 4 5 2 3 3 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 12 12 12 12 13 8 9 10 8 9 10 10 11 10 10 12 11 12 12 12 12 13 12 15 13 15 12 14 15 11 20 19 19 19 21 спросить ну ладно что получилось то получилось в принципе что могу сказать по этому поводу оператор принципе нормально все зафиксировал теперь остается ждать да а если допустим будет обмен товара да и обменяют опять на такое же молоко и опять она будет про кище тогда что опять за что ли вообще первый раз сталкиваешь чтобы кище молоко было она пропала еще раньше то есть несколько дней назад по-любому потому что вода именно белая течет обычно когда молоко прокисает то сначала вот эти крапинки без воды а потом уже вода появляется то есть там первый слой вообще вода была если сталкивались с такой проблемой пишите в комментариях друзья ставьте лайк подписывайтесь на канал включайте уведомления если вы сталкивались если вы сталкивались вообще с такой проблемой не только в семянном магните но и в других магазинах напишите это комментариях также поставьте лайк подпишитесь на канал нажмите вы включать все уведомления если вы сталкивались с такой проблемой не только в семянном магните но и других магазинах напишите это комментариях хочу знать ваше мнение по этому поводу и что как у вас было также ставьте лайки подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик получать все уведомления чтобы получать уведомления сразу после выхода моих видео а сейчас я с вами прощаюсь